Город Чинмай, Таиланд. Вот, поэтому здесь, на лоне природы, есть возможность освободиться, вырваться ненадолго из тисков цивилизации и задуматься о каком-то глубоком понимании реальности. Поэтому, если у кого-то есть какие-то вопросы, связанные с ведической культурой и мировоззрением, то, пожалуйста, можно их задавать. Ну, в сущности, людям хотелось бы, чтобы все это существовало в некой гармонии. Однако на практике мы видим, что суть этого мира — это определенный дефицит качеств. То есть кто-то может быть умным, но некрасивым, кто-то красивым, но неумным, кто-то богатым, но некрасивым, кто-то красивым, но небогатым и так далее. Поэтому существует несколько подходов. Первое — это пытаться развивать и тело, и душу. И с точки зрения популярности эта идея, безусловно, будет очень популярной. Она впервые возникла в греческой культуре. Греки говорили, что в человеке должна быть прекрасная душа, должно быть прекрасное тело. Единственная небольшая проблема, что гимнасты, которые занимались упражнениями, философы, которые бродили в садиках, чтобы разум был прекрасный, они использовали всерабский труд. Поэтому издержка небольшой столь возвышенной цивилизации, где были атлеты, бани, философы, были рабовладельцы. А рабы, они как-то были менее развитые, они просто работали, работали, работали и работали. Поэтому скорее в современном мире мы видим, что люди поняли, что нельзя развивать сразу и все. Нельзя развивать все измерения. И иногда, когда речь заходит о духовности, то людей, которые следуют бхакти-йоге или каким-то религиям, их часто обвиняют в пренебрежении телу, в неуважении к телу определенному. Однако, это не совсем так. В действительности, помимо крайних форм аскетизма, которые фактически представляют из себя определенные самоистязания, существует понятие простой жизни. И если мы будем изучать такие древние тексты, как Бхагавадгита, Бхагавадгита говорит, что аскеза, которая заключается в том, что человек истязает себя, истязает свое физическое тело, это аскеза в невежестве. Просто из желания прославиться. Например, мы были на Кумхамеле, там есть аскеты, которые вгоняют себе гвоздь в руку, или которые стоят и на одной ноге, и одна нога становится слоновьей много лет. Эти практики известны как то, что помогает немножко растождествиться с телом. Но Бхагавадгита говорит, «таба свипши дико йоги». В шестой главе, в предпоследнем стихе, Кришна говорит, что йог, тот, кто постигает душу, сверхдушу Всевышнего, он выше чем тапасви, чем те, кто истязает свое тело. Поэтому в древней ведической культуре не было идеи о том, что тело — это ничто. Это определенный носитель духа. И Бхагавадгита, она говорит, что отречение невозможно полностью от этого мира, потому что без труда вы не сможете даже поддерживать свое физическое тело. То есть гита говорит, вы должны поддерживать. И в шестой главе Бхагавадгиты, посвященной йоге, там говорится очень просто, что тот, кто соблюдает режим сна, бодрствования, приема пищи, тот практикой йоги побеждает страдания. И важен режим, важна регулярность. И наши учителя, они говорят, что если нужна золотая середина, если начать постоянно давать телу отдых, баловать его, то тело, как и ум, они подобны детям, они сразу расслабляются. С другой стороны, если постоянно пытаться быть только в трудовом режиме, в режиме подвига, мы знаем, что подвиг — это понятие единовременное. Поэтому Штхара Махарадж, один из крупнейших физических богословов, он объясняет, что нет запрета на физические упражнения или на какой-то отдых для тела, но прежде всего это должно быть в определенном. графики в определенном режиме. И что является очень интересным, что в йоге мистической понимают одну вещь, что тот, кто не осознал себя душой, хотя каждый из нас душа по своей природе, он обусловлен телом. И поэтому мистические йоги, есть начало их практики, которые называются асаны и пранаяма. Пранаяма — это дыхание, асаны — это определенные позы, упражнения. И идея хатха-йогов и кундалини-йогов, то, что называется аштанга-йога, восьмиступенческая медитативная йога, аштанга-летхьяна-йога, их идея такова, что мы будем поддерживать тело в такой форме, чтобы тело не беспокоило душу. Это очень легко понять. Например, когда у нас зуб болит, мы идем к стоматологу, а зуб прекращает беспокоить нас. Поэтому они говорят, что мы достигнем, будем поддерживать такое состояние тела и внутренней энергетики, чтобы это не беспокоило душу. Но если мы говорим о бхакти-йогах, то о бхакти-йоге они говорят, что мы пойдем немножко по-другому, мы зайдем с другой стороны, и мы постараемся достичь такого состояния сознания, когда что бы ни происходило с телом, душа не обеспокоена. Поэтому дело в том, что тот, кто достигает гармонии в душе исключительно через поддержание в норме тела, он сразу теряет свое достижение, как только начинают происходить какие-то неприятности или срывы графика, или какие-то хронические болезни просыпаются. Но мистики высшего порядка, они воспринимают тело лишь как одежду. И они говорят, что может быть мы не находимся на таком уровне, но существует такой уровень сознания, когда что бы ни происходило с телом, эта телесная обусловленность, она не может затронуть душу. И в Бхагавадгите Кришна говорит о том, что йог, который постиг душу и сверхдушу, атму и параматму, он, даже находясь в этом теле, не смешивается с ним. Но надо понять, что это очень продвинутое достижение. Поэтому в Бхагавадгите есть целая глава, которая называется «Господствующие подчиненные начала». «Пуруша Пракрити Вивека Йога». И там тело описывается как поле деятельности, а Всевышний, который находится в нем, и душа описываются как деятели, те, кто пребывают на этом поле. Поэтому в действительности мы можем верить в это, можем не верить, но существует такой уровень сознания, когда человек не зависит от тела. Но это удел единиц, потому что в целом мы не осознаем себя душой. Мы мыслим и чувствуем себя преимущественно в категориях тела. Но, допустим, у знаменитого монаха Бодхидхармы, основателя Шаулини, у него было два ученика. И один из учеников, которому он передал основную традицию, он в качестве подношения гуру принес свою отрубленную руку. Поэтому это не было каким-то актом членовредительства, а тем самым он показал, что я осознаю себя на другом уровне. Поэтому многие люди, они хотят осознать себя душой. И в действительности просветленных такого уровня очень мало. Багаладгита, она говорит, что Среди многих тысячи людей едва ли один стремится к духовному совершенствованию, а среди тех немногих, кто обрел просветление, тысяч, едва ли один знает меня. Вот, поэтому осознать себя душой на самом деле очень сложно. Потому что если мы действительно осознаем себя душой, в широком смысле нас не будет интересовать ничего в этом мире, потому что мы поймем, что мы не от мира сего, что наша родина — это не мир материи, а мир сознания. И зрелый взгляд на мир веды описывают так. Тот, чье сознание пробудилось, он понимает, что мир, где есть смерть, рождение, старость и болезнь, не может быть подлинной родиной души. Наш дом должен находиться в каком-то ином месте. Вот, поэтому тот, кто действительно осознал душой, сказано, Брама Бута Прасанатма Наша Чати Наканкашти Санэ Сарвешу Бутешу. Он ни о чем не скорбит, ничего не желает. Он равно относится ко всем живым существам, будь то даже не доброжелатели. Вот, и все равно, даже осознав, что он не от мира сего, он все равно начинает стремиться совершить путешествие от мира души в мир сверх души. Поэтому эта шлока, которая описывает состояние просветленного, того, кто осознал себя душой, она заканчивается мистической фразой «Мат Бахтим Лапетепарам». И несмотря на то, что ему уже здесь ничего не нужно, он полностью всем удовлетворен, он начинает искать отношения со Всевышним. Потому что Всевышний — это не просто дыра из которой все когда-то вывалилось, слава тебе, Господи, стоит до сих пор, а это источник всей красоты этого мира, это источник всей доброты. То есть все качества, которые в частичной, небольшой форме, мы видим здесь, которые привлекают нас в нем, они все существуют в своем максимальном проявлении. Поэтому одно из описаний Кришны — это Акилара Самрита Муртих, олицетворение всех видов счастья. Поэтому Всевышнего, каждый ищет Бога, потому что каждый ищет счастье. Но они не понимают, что счастье и красота — это не абстрактные понятия, а это личность. И в поисках этой личности осознанно или неосознанно в любом случае пребывает душа. И даже она считает себя телом, а она пытается найти это в этом мире. Потом, когда она понимает, что не есть это тело, она начинает искать в правильном направлении, за пределами мира материи. Но существуют разные классификации. Что касается чакр, это классификация йоговская. И душа, она фактически обвернута в две оболочки. В тонкое тело, которое состоит из ума, разума и чувств, и грубое тело, и физическое. И что интересно, что с точки зрения ВЕД, чувства — это не атрибут физического тела, а атрибуты тела энергетического. То есть нам учебник школьный как объясняет, что вот мы касаемся пальцем, то есть стола, в мозг идет сигнал, и рождается картина. Вот. То есть источник тактильного чувства — это палец, элемент физического тела. А ВЕДы говорят, нет, что на самом деле это просто так совпадает, а источник этого чувства — это энергетическое тело. Поэтому, во-первых, когда мы находимся во сне, мы можем что-то чувствовать, осязать, обонять. И мы видим, что физическое тело здесь не участвует. Вот во сне чувства, они тело из чувств, оно отделяется от физического тела. Поэтому в ВЕДах у них есть такое понятие, как чувства и органы чувств. Вот палец — это орган чувства. Вот. А душа — это универсальное чувство. Поэтому в духовном мире они могут там пить глазами, смотреть руками и так далее. То есть у них все чувства взаимозаменяемые. И душа по своей природе, она содержит в себе зародыши всех чувств. Поэтому даже в этом мире мы можем иногда видеть, что там дети могут, иногда экстрасенсы, читать руками. Или, по крайней мере, определять цвет. Вот. Потому что это не такая жесткая настройка, как нам кажется. Вот. Чувства могут… Какие-то одни чувства связаны могут быть с другими органами чувств. Органами чувств. Вот. Поэтому ведическое учение человеке, оно говорит, в отличие от материстичной биологии, что чувство, тонкое тело состоит из чувств, ума — это то место, где собираются данные всех чувств разума, разумное начало в нас. И ложное эго — это механизм отождествления души с материальным миром. Взгляд на мир, когда куда бы не упал наш взгляд, куда бы мы не посмотрели, мы говорим, это все должно работать для меня. И вот ложное эго, ум, разум и чувство — это тонкое тело. А органы чувств — это, собственно, физическое тело. Вот. И йоги, они, так как они интересуются работой с энергиями, с чакрами, они изучают более плотную энергетическую структуру тела. И с точки зрения энергетической сначала очищаются каналы, потом прана, жизненная сила, которая обычно течет по лунному и солнечному каналам вокруг позвоночника, по идее пингу или наде, она направляется в сушуму, в центральный энергетический канал. И йог, он начинает поднимать эту энергию по чакрам. И когда эта энергия поднимается по разным чакрам, то кундалини, мистическая сила кундалини, которая спит в основании позвоночника, она пробуждается. И когда йог открывает каждую чакру, то он может обретать какие-то способности и общается с определенными существами в тех мирах, с которыми связаны эти чакры. И все они беседуют с ним по принципу «оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем». Они стремятся удержать его, поселить у себя. И если он подлинно отреченный, поэтому Багаладгит, она говорит, только тот считается достигшим. Есть такое понятие, как йога-рурукша, то есть высокий уровень йоги. Багаладгит, она говорит, только тот, чей ум уравновешен и отвлечен от всех чувственных объектов, только тот считается пребывающим в йога-рурукше, то есть в высоком уровне практики йоги. Почему? Потому что если ты вожделеешь к этому миру сильно, то увидев миры богов, у тебя просто слюна веревкой потечет. И описано, что самое последнее испытание, это когда сама майя, олицетворение, материальная иллюзия, она подходит к йоге и говорит, ты хочешь быть. До этого я держала тебя в тюрьме, а теперь ты хочешь быть начальником тюрьмы. Давай ты станешь шивой. Давай мы вместе будем править этим материальным миром. Поэтому тех йогов, которые действительно способны пройти этот путь и отречься от подобных искушений, их на земле единицы. Мастеров, просветленных единиц. А у всех остальных, к счастью, не настолько продвинутая медитация, чтобы с ними эти вещи происходили. Вот. Поэтому йоги, они идут таким путем, который называется восходящая йога. Восходящая йога означает, что посредством медитации, концентрации, отрешения от мира материи, мы, допустим, мы живем в десятиэтажке, и мы поднимаемся с пятого, это же на девятый. Но возникает вопрос, настолько ли велики наши силы, если бы это, допустим, была не десятиэтажка, а стоэтажка. Вот. Поэтому описано, что подобными практиками, подобным образом, максимум, куда может достичь, максимальное положение, которого может достичь мистический йог, это положение между духовным и материальным мирами, положение на границе. Но прама-самхита, ведический трактат, он содержит описание таких камней, магических камней на подступах к духовному миру, которые представляют собой олицетворенные мистические силы. Если йог, он просто видит их, то он не выдерживает, он очаровывается ими. Поэтому своими силами можно выйти из тюрьмы. можно преодолеть влияние низшего мира. Но для того, чтобы войти в мир Всевышнего, в мир Господа, нужна любовь, преданность, покорность. Господь должен быть интересен самому йогу. Поэтому для того, чтобы стать обитателем духовного мира, здесь работает совершенно другой принцип йога нисходящая. Когда мы говорим, что я несовершенен, я бессилен, но по милости, а не по справедливости я могу быть принят в твой мир, жить с тобой одной семьей, потому что по своей природе я твой родной, но я отвернулся от тебя, я забыл тебя. И если мы хотим Всевышнего, то никакие мистики нам не помогут, потому что если какие-то мистические силы, они могли бы повлиять на Господа, то тогда бы не Господь, а мистические силы правили бы миром. Поэтому йоги, они часто гордятся тем, что они могут поднять взглядом веточку, но благодаря могуществу Всевышнего все планеты плавают в мироздании. Вот. Поэтому его называют не йога, а йогешфара, владыка всех мистических сил. владыка, луч, повелитель всех йогов. Вот. И каким бы йогом ты ни был, ты никогда не сможешь покорить йогешфару. И поэтому сам Всевышний Бхагавадгити, хотя он описывает, говорит о каких-то медитативных практиках, он говорит, что меня можно покорить, со мной можно вступить в отношения только благодаря Бхакти, благодаря любви и преданности. Никакие другие формы деятельности, будь то мистическая йога или что-то еще, они не помогут. Шримадбхага в этом говорит, что на какое-то время йог может воздерживаться, держать чувства, обуздывать их, но без милости Господа все равно он вернется. к прежнему положению. Яма-дибхир йога-падхайх кама-лабха хатумухух что благодаря яме, благодаря Яма-дибхир йога-падхайх, благодаря йоговским практикам, ты можешь на какое-то время отстранить свои чувства от вожделения, гнева, зависти. Это приводится пример Бхагавадгити, как черепаха втягивает лапы в панцирь. Но на какое-то время Яма-дибхир йога-падхайх кама-лабха хатумухух мукунда сева эдват татха-матха нашамеми но если кто-то обрел отношение с Господом то он настолько очаровывается высшей реальностью что у него пропадает сам вкус к наслаждению каким-то низменным реалиям пробуждается благородная часть его Я поэтому эта шлока Бхагава в этом она говорит что благодаря различным практикам вы можете воздерживаться но пока вы не обретете любви к Богу высшего вкуса всегда существует опасность падения и это был Бхагаватом а Бхагавадгита она говорит ты можешь удерживать чувства нирахараси это означает следуя различным практикам таким как аскеза воздержание дыхание жизнь в уединенном месте но раса варджан но вкус ты можешь воздерживаться от чувственных удовольствий но вкус к ним остается но когда ты начинаешь испытывать более высокие духовные переживания тогда самосклонность к наслаждению материи отпадает поэтому мистические йоги они идут снизу вверх они посредством контроля концентрации медитации пытаются достучаться до небес они пытаются пребывать в самадхе в мистическом трансе осознавать максимально высокие измерения этой материальной вселенной или выйти на границы миров но войти в мир господа благодаря мистической йоге невозможно войти в мир господа жить с ним одной семьей можно только благодаря бахте йоге благодаря нисходящей йоге служения преданности поэтому описав всю медитативную мистическую йогу кришна в конце концов в шестой главе которая называется дьяна йога медитативная йога он говорит йоги нам апи сарвишам мад гатэн антар атманах шатхаван баджат июмам сами югтатам аматаха что йоги нам апи сарвишам из всех видов йоги мад гатэн антар атманах тот кто посвятил свой ум мне тот кто постоянно помнит обо мне шатхаван баджат июмам кто с верой служит мне посвящает себя мне сами югтатам аматах такой йог является наилучшим он достиг наибольших успехов йоги поэтому рассказав о мистической йоге кришна говорит что бхакти йога нисходящая йога служение преданности дает наивысший результат все искусственные методы просто могут перемещать нас по разным ярусам тюрьмы но они могут дать нам визу они могут дать нам паспорт то есть право мы могли бы выехать но без бхакти мы не будем приняты высшим это относительно йоги дать нам нет видической литературе есть такое понятие как ложное эго. Очень загадочное понятие, потому что, во-первых, что за слово такое эго, а во-вторых, почему оно еще и ложное. На санскрите это звучит как ахамкара. Один из вариантов перевода — это буква «я». Ахам означает «я», «кара», символ, знак, олицетворение, но также может быть и буква. А «я» — это последняя буква алфавита есть такая, то есть «я». И ложное эго — это определенная тенденция в душе повелевать, править. Поэтому в нас есть две тенденции. Первая — это править, повелевать, эксплуатировать. И вторая — это отдавать себя, жертвовать собой, посвящать себя и так далее. Поэтому в материальном мире все души очень сильно больны болезнью эгоизма. Простейший пример. Мы видим какое-то животное, мы убиваем его, готовим. Мы видим сирень, мы ее ломаем. Мы на Новый год берем елку, спиливаем ее, тащим в дом и так далее. И так далее. То есть идея отношения к красоте в этом мире очень простая. Красота — это то, чем мы наслаждаемся. Мы хотим насладиться красотой. Будь то красота женщины, красота цветка, красота заката. Все лучшее, красивое, интересное должно наслаждать нас. А обитатели духовного мира, они обладают совершенно потрясающей другой ментальностью. Они говорят, что мы должны посвящать себя красоте. Что что-то прекрасное, наоборот, ему надо служить. Не брать, не пытаться сирень срывать и ставить себе домой. Наоборот, полить, пусть цветет такая замечательная. Поэтому в этом же и разница между вожделением и любовью. Потому что если мы говорим о вожделении, то вожделение, когда ты вожделеешь, тебя человек интересует только в той степени, в которой он тебя радует. Будь то радует телом, радует характером, радует своей кухней. Вот. А там, заработком, деньгами. Вот. А любовь это означает, что ты думаешь, как ты можешь порадовать этого замечательного человека. Вот. Поэтому на 90% мы очень глубоко больны вожделением. Поэтому для сумасшедших, которые больны вожделением, выдаются смирительные рубашки. Временные называются физическое и тонкое тело. Вот. И Бхагавадгита, она говорит, что пока есть эгоизм, будет существовать физическое тело. Потому что физическое тело — это олицетворение или выражение заблуждения души, которая попыталась не служить абсолютному благу, абсолютной красоте, а поставить в центр себя. И в материальном мире каждый пытается поставить в центр себя, наслаждаться всем окружающим. Поэтому в этом мире постоянно враждуют нации, страны, семьи. А духовный мир, он весь как единый живой организм, где каждая клетка действует в интересах целого центра Всевышнего. Но Всевышний — это не дыра, из которой все вывалилось, а это абсолютное благо, лучший друг, абсолютная красота. То есть Достоевский сказал, что красота должна править миром, а веды говорят, уже правят. Но они приводят пример, как солнце и тучи. Если ты под тучами, тебе кажется, что солнца нет. Но в действительности тучи — это тонкая пелена, а солнце — это огромный жгучий шар. Поэтому никогда, находясь в материальном мире, где столько несправедливости, страданий, мы не сможем интеллектуально понять все благую природу Господа. Реально ее понимают единицы святых, потому что это их индивидуальный мистический опыт. Это не теоретические какие-то вещи. Они встречаются с источником, и Джива Госвами говорит, «Бхагаван бхаджане сарва садгуна вишишта». Если бы вы действительно соприкоснулись с ним, вы бы отдали бы жизнь для того, чтобы посвящать себя ему. Просто не соприкоснулись. Поэтому ложное эго — это определенная форма мышления души, определенная связка между душой и материей, которая позволяет нам отождествляться с этим миром. Мы считаем, что кроме этого мира ничего не существует, что мы здесь цари, каждый старается закрутить этот мир вокруг себя. И вот это называется ложное эго. А истинное эго — это осознание того, что «Дивирас варук пехой Кришны раните дас». По своей природе каждый из нас — слуга Господа. Но слуга не бездарных политиков, слуга не каких-то глупых начальников, а слуга абсолютного блага, абсолютной красоты. Поэтому осознание того, что мы слуги Господа, мы рабы Божьи по своей природе, это подлинное эго, истинное эго души. Поэтому объясняется, что ума и у материальной энергии существуют два проявления, два типа энергии — покрывающая и уводящая. И покрывающая энергия обеспечивает то, что человек считает. Кроме того, что я вижу своими глазами, больше ничего нет. Верю глазам. А уводящая подбрасывает какие-то события, удовольствия или проблемы, или радости, для того, чтобы человеку еще некогда было задуматься о том, как же устроен этот мир. Но Кришна говорит, Бхагавадгите, «Дай вихеши мама моя, дай вихеши гуна мой, мама моя, дуратия». Это моя материальная энергия, дуратия, практически непреодолима. Но «мам эва мне пропаденте», «майм этом трантите». Тот, кто предается мне, вручает себя мне, по моей милости выходит с предлияния этой энергии. Поэтому основной механизм, благодаря которому действует майя, это вожделение и эгоизм. Как только человек освобождается от вожделения, от эгоизма, он постепенно начинает открывать свое подлинное эго. И подлинное эго, оно говорит, тебе в этом мире ничего не нужно, потому что ты вообще не обитатель, ты не ребенок этого мира. И когда ты понимаешь, что в сущности ты находишься во сне, отношения и к хорошим вещам, которые случаются в этом мире, и к плохим, они начинают в большей степени относиться к категории плохого и хорошего сна. Поэтому вся Бхагавадгита, она говорит о том, что в этом материальном мире просветленные души, они спокойно относятся и к хорошим событиям, и к плохим, и к неприятностям, и к приятным вещам, потому что они понимают, что это все сон, который мы породили своей предыдущей деятельностью, предыдущей кармой. Но теперь нас в большей степени интересует реальность. И в стремлении к этой реальности пробуждается подлинное эго. И мастера, бхакти, йоги, духовные наставники, которые в большей степени сознают себя душой, которые в большей степени сознают существование Всевышнего, они оказывают помощь и постепенно, так же, как находясь рядом с батареей, мы начинаем оттаять, согреваться, точно так же находясь с людьми, которые в большей степени сознают себя духом, чем телом, мы так же, даже не обязательно разговаривая с ними, просто находясь рядом, в их поле, мы начинаем неизгладимо меняться, потому что сознание всегда трансформирует материю, преображает ее. Ну, все-таки, получается, тогда истинная эго, и природная эго, это действительно третий по души. Тем не менее, ну, вот, это так же представляет, что должна существовать такая эгоизм природная душа, потому что, например, говорится, что, ну, здесь, значит, нам есть люди, и когда читаешь книги, в таком Невышнанке, там пишется, что вот это, так, это было бы, что не было бы, но, например, вот таким-то пуском, вот такой-то, вот, вот, то есть, получается, что, серьезные книги, все-таки, какая-то природа души, склонность, потому что, ну, получается, согласно с кладим предпочтениям, Существует два санскритских слова. Вот вам нравится такое начало ответа? В общем, может быть, хороший ответ, который начинается. Со слов существует два санскритских слова. Вот просто потому, что вы вынуждаете. Вот существует два санскритских слова, которые соотносятся с понятием природа. Первая из них — это прокрити. Прокрити на санскрите означает природа. Поэтому в Багавадгита она описывает разные формы прокрити. Она говорит, что первое прокрити — это материальная энергия, материя. Дальше Багавадгита говорит, что еще существует пара прокрити. Более высокая энергия, из которой состоят души. А еще есть такое очень интересное слово «пуруша». Пуруша — это означает мужское начало, которое повелевает, которое является властвующим, а мы являемся подвластным началом. И вот относительно пуруши, абсолютно, и душа является прокрити подчиненным началом, и материя. Но относительно материи мы являемся пурушами. Мы являемся господами. То есть, скажем так, мы никогда не можем повелевать чем-то, что выше нас. Поэтому то, что нам выдается в распоряжение, материя — это изначально то, что ниже нас. И то, что отличает душу от материи, — это свобода воли, свобода воли изъявления. Потому что если ты берешь штакан, он кричит по стопу обратно, он уже обладает сознанием. То есть, если бы не свобода воли, то душа ничем бы не отличалась от материи. Поэтому то, чем отличается одна прокрития от другой прокритии, пара прокритий, высшее прокритие, душа от низшей прокритии, — это свобода воли. И в том числе свобода на ошибку, благодаря которой мы все пришли в материальный мир. То есть, что-то делать, что потом, возможно, не понравится. Или будет расценено как интересный опыт, но слава богу, что он закончился. Примерно как сходить под мост и говорить, да, папа, я живу в хорошем доме, дорогом, но там такие люди под мостом, жгут полиэтилен, я хочу пожить под мостом. Это интересно. Весь материальный мир — это в известной степени такой сходить под мост, потому что там жгут полиэтилен, и это интересно. Поэтому свобода воли отличает душу от материи, пара прокрития от прокритии. Поэтому иногда, если вы читаете ведические тексты, пуруша и прокритии — это будет душа и материальная энергия, материальное тело, а иногда — Господь и материальный мир, а также Господь и душа. Поэтому вот это слово прокритии и переводит материальная природа загадочная. У меня сразу такие пейзажи, знаете, возникают. Но другой перевод, как можно перевести, — материальная энергия. Вот хотите природа, хотите энергии. Главное — понимать смысл, что материя. Вот это первое значение прокритии на языке санскрития. А второе слово гораздо более интересное — это слово «дхарма». Слово «дхарма», если мы будем изучать востоковедение, если мы будем изучать какие-то трактаты ведические, обычно переводится как «долг». Долг. Дхарма — это, хотя в русском языке это слово женского рода, но в самом деле в санскрите дхарма мужского рода, долг, он мой. И у него еще есть дочери. И в Бхагалагите сказано, что у дхармы есть дочери. Это различные прекрасные женские качества, такие как смирение, красивая речь и так далее, и так далее. Оказывается, что у дхармы еще дочери есть. Это было слово. А олицетворение дхармы — это бык. Бык, черный бык, возможно, он олицетворяет дхарму. У этого быка в свое время было четыре ноги. Правдивость, аскетизм и так далее. А чистота — ненасилие. А сейчас осталось только, так сказать, честность. Уже ни аскетизма нету, ни насилия нету и так далее. Поэтому дхарма — это долг. Он мой мальчик, олицетворяемый черным быком. Но одно из значений слова «дхарма» — это неотъемлемое свойство предмета. Возникает вопрос, а как же тогда связано неотъемлемое свойство предмета с долгом? А очень просто. Бхагавадгита говорит, что первая категория долга, которая есть у живого существа, эта категория долга называется свадхарма. Сватхарма — это выполнение обязанностей, которые соответствуют твоим природным склонностям. Если у тебя склонности к политике, ты будь политиком. Если к музыке — музыкантом. И бхагавадгита первое, что говорит, — это постарайся следовать своему призванию. Найди себя и делай то, к чему ты предназначен. Что лучше несовершенно исполнять свой долг, чем в совершенстве чужой. Даже смерть может быть благом при исполнении своего долга, тогда как следовать по чужому пути опасно. И здесь очень интересно, в принципе, веды, они подтверждают такую идею, что называется путь сердца. Или что твой путь, он должен быть сердцем. Что лучше, может быть, где-то меньше денег иметь, но это сердце твое будет удовлетворять, чем делать что-то, что ты чувствуешь, что ты делаешь очень вынужденно. Поэтому фактически это строки о призвании. Это называется свадхарма. Делай то, что должно, но как, говорит бхагавадгита. Это стараясь этим служить людям, а не зарабатывать деньги. И понимая, что ты предпринимаешь усилия, но результат зависит от воли Господа, что не ты центр мира. Вот такие тонкие добавления делаются, что старайся действовать бескорыстно ради служения высшей цели, людям исполняя свой долг, и при этом не привязываясь к результатам, не обуславливаясь, не привязываясь к этому миру посредством вожделения, не желаясь наслаждаться этим миром, в том числе как результатом своего труда. Но дальше мы говорим, что вот эта тхарма, она в каждом воплощении у человека своя, потому что она зависит от кармы. Тхарма зависит от кармы, это очень понятно. Потому что в прошлых жизнях человек совершал различные поступки, деятельности, мы являемся архитекторами своей судьбы, каждую секунду происходят два процесса. Мы отрабатываем старую карму, что-то к нам хорошее приходит или плохое, и сотворяем параллельно новую судьбу. Поэтому наша сват-харма, наши обязанности, они могут быть разными из жизни в жизнь, потому что, может быть, в этой жизни я суровый воин, и моя тхарма — это мечом махать. А в следующей жизни я симпатичная девушка, и я очень люблю вязать на спицах. И выдавать пять носков в день — это моя тхарма. И Вензе рассказывает, говорит, что если какие-то кшатрии, харизматичные мужчины, они привязываются к женщинам, к наслаждению женским полом, то, умирая они, подсознательно сосредоточены на этом, они рождаются в женских телах. Поэтому если вы видите суровых бизнес-леди, которые стреляют из пистолета, рулят корпорацией, не очень заинтересованы в том, чтобы готовить суп, нужно понять, что это был просто политик, который очень любил свой гарант в прошлой жизни. Поэтому почти такой фильм «В джазе только девушки». Поэтому сват-харма, склонность, призвание может из жизни в жизнь меняться. Разные могут быть таланты в разных жизнях у человека. А возникает вопрос, а какова же тхарма души? И вот свойство человека — это его призвание. А свойство дхармы души, какое его неотлемное свойство? То есть так же, как у воды свойство течь, у огня свойство жечь. А у души? А у души, отвечают веды, есть свойство искать отношения с абсолютной красотой, искать вечных отношений с Богом. И три характеристики Бога — это с Атим, Шивом и Сундаром. Первый — он вечный. В этом мире любые отношения обрывает смерть. Далее он с Шивом, он благой. То есть он не просто вечный злой, а он вечный и он друг каждого. Кришна говорит в Бхагавадгете, «Сухридам сарабутанам» — «Я друг каждому живому существу». «Нет того, кого терпеть не могу. Я друг каждому». И, наконец, сказано Сундаром, «Он прекрасен». Потому что в этом мире у нас может быть даже какой-то хороший человек по качествам, по характеру. Но, допустим, чтобы он был нашим супругом или супругой не хочется, ну типа рожа не вышла. А там вечный, добрый, красивый. И все устраивает. Поэтому истина, вот почему ищет душа, потому что она ищет вот такого. А душа, по себе, обладает женской природой. И всегда, в принципе, находится в поисках вот этого. Поэтому дхарма души — это искать отношения с абсолютом. И в этих отношениях это могут быть дружеские отношения, нейтральные, богосыновство, богосупружество. Определенная палитра отношений, это описано в ведах. Но рассказав о свадхарме, об исполнении своего долга, Кришна рассказывает всю Бхагавадгиту, но в 18 главе в конечном итоге говорит, «Сарва дхарман парития джа, мамы кам шарнам в раджа, ахам твам сарва папа пьё, могшая шми, машу чаха, сарва дхарман парития джа, отвергни, отбрось все виды дхарам, мам экам шарнам в раджа, и приди и прими прибежище лишь во мне одном. Ахам твам сарва папа пьё, я избавлю тебя от всех грехов, связанных с невыполнением каких-то твоих мирских обязанностей. Машу чаха, не скорби ни о чем». Поэтому в конечном итоге мы приходим к идее джаеват хармы, то есть вечной религии души. А эта религия души — это вечное отношение с абсолютом. Мы должны вернуться домой, в мир вечности, в страну бессмертия. Кришна говорит, что «Абрахма буваналвакан пунр авартинурджана», что начинают планеты Брахмы, творца этой вселенной, и все рождаются и умирают. «Мамапетету конте, пунрджана навидяте». «Но тот, кто предался мне, никогда больше не познает рождение и смерть». Поэтому такова идея. И джаеват харма, то есть сокровенная природа души, и долг души — это отношение с абсолютом. Поэтому этот поток любви к Богу он описывается как «Совай пунсам парод хармо ято бактир адхокшадже». «Агайтуки апратихата ятмосу просидата». «Парод харма, высшая адхарма, высший долг — это ято бактир адхокшадже». Это бакти, преданность и любовь к Богу. Подлинная природа души — это жить к любви с Богом. И когда эта любовь приходит, мы перестаем быть роботами, потому что в этом мире мы выживаем и живем как роботы. И пробуждается наше экстатичное эмоциональное естество. Поэтому об обитателях духовного мира Брама Самхита говорит «Кадха ганам на тем гаманам». Каждое их слово подобно песне, а каждый шаг подобен танцу. И в этом мире, когда мы влюблены, когда мы в хорошем настроении, что мы делаем? Мы поем, танцуем, пытаемся писать стихи, хотя, возможно, бы и не следовало. Точно так же, но это у нас редкость, такая маленькая редкость, медовый месяц, не больше. Но в том мире душа постоянно не выживает, а живет. Поэтому деятельность в нижней реальности и в духовном мире – это две совершенно разные вещи. Здесь труд ради выживания, а там труд любви. Штхар Махараджан говорил. Здесь труд отбирает силы, а там труд дает силы. Поэтому совершенно иная реальность и дхарма, природа души – это вернуться домой, это обрести любовь к Богу, обрести внутреннюю исполненность в отношениях с абсолютом и вернуться домой в тот мир, где нас ждут, где исполненность души настолько велика, что каждое слово становится подобным песней и каждый шаг танцем. Вот это дхарма, природа души. Санатана дхарма. Санатана дхарма – это синоним слова ведическая религия. И также в Бхагавадгите говорит, что шашвата дхарма гопта – я хранитель вечной религии, религии души в отношении со мной, йоги. Вот так вот о природе. Все? Это было все, что вы хотели узнать о природе. Души, но боялись спросить. Высшая природа души – это искать отношения с абсолютной красотой, искать божественные люди. Поговорили сегодня о природе, наконец-то. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова